Как я уже сказала, депутат Рижской Думы для развития Латвии, кандидат в мэр Риги, Вестер Зепс, доброе утро. Доброе утро. 6-7-2-12-939, 6-7-2-13-939, сразу напомню, телефоны прямого эфира нашим радиослушателям, подключайтесь, задавайте вопросы, пишите нам в WhatsApp-е, 2061-91. Ну, может быть, вначале поясним, как обстоят дела в Рижской Думе сейчас, да, Дума расколота, я так понимаю, на 8 самостоятельных фракций. Работает Дума сейчас без мэра, исполняющим обязанности, председателем самоуправления является Олег Буров. И вот расскажите, что сейчас происходит в самоуправлении, это отпуск, есть заседания, работают комитеты, комиссии, в каком режиме происходит работа? Ну, сейчас, как бы, чиновники Рижской Думы, которые работают там ежедневно, не депутаты, а чиновники, приходят, не приходят, а идут в... Не в Остапку, а от Вальнаем. В отпуск, да. Идут в отпуск, ну, по очереди, да, и, как говорится, ну, немножко как пауза там в Рижской Думе. А депутаты, депутаты, как бы, разговаривают и ведут переговоры о новом будущем. И активные комитеты будут начнутся в 12 августе. Вы сказали, депутаты активно разговаривают, ведут разговоры о будущем. То есть, это общие заседания, где собираются все 60 депутатов, или вот как это происходит? Нет, 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 это, как бы, индивидуальные общие заседания у нас очередные раз в месяц, да. Раз в месяц мы все 60 собираемся и, как бы, дебатируем про некоторых вопросов. И в раз в месяц мы проходим, ну, как бы, заседание комитетов, да. Ну, например, в 12 августе начнется неделя комитетов, и потом, ну, это будет 19-й, и начинается неделя, когда будет заседание Рижской Думы. Что происходит сейчас? С кем вы ведете переговоры? И поскольку заседания происходят только раз в месяц, как вы уже сказали, да, переговоры непосредственно вестись должны, потому что неясная ситуация, и как будет развиваться дальнейшая судьба столичного самоуправления, одного из самых важных самоуправлений в стране, в том числе, да. Столица. Да, да, да. Поэтому, как происходит работа? Вы общаетесь вне Думы, не знаю, встречаетесь с представителями других фракций, отдельных фракций, за исключением, опять же, таки, там, не знаю, согласия, честь служить в реке, ну, вот. Ну, как бы, работа депутата разнообразная, да. Мы встречаемся и разговариваем с людьми, с всякими организациями, работаем тоже с департаментами, ну, ежедневно, да. А решение принимается, ну, в комитетах и в заседаниях Думских, да. Сейчас, как бы, после последнего заседания, где, как бы, которое было, ну, как говорится, немножко техническое заседание, да, там, ну, некоторые интересные вопросы мы там обсуждали, и они решались немножко по-другому, как прежде. И сейчас, как бы, ведется, ну, индивидуальные переговоры, да, между фракциями, между депутатами, ну, как бы, как бы, перезваниваемся, встречаемся, говорим о программе, говорим, как работать дальше в таком духе. — Насколько вы оцениваете, там, оптимистично оцениваете свои шансы в этой борьбе? — Ну, очень оптимистично, потому что вопрос сейчас ставится или ЗЭПС, или Буровс. — Но, поскольку вопрос уже так поставлен, другие фракции, да, допустим, оппозиции, представители, они выступают единогласно за проведение неочередных выборов, да. Вы единственные, кто выдвинули своего кандидата на пост мэра, и считаете, я так понимаю, что к очередным, как внеочередным выборам идти нельзя, и мы должны сохранить Думу нынешнего созыва. Почему так? Почему вы, может быть, пользуетесь не самым популярным мнением среди думской оппозиции? — Ну, как бы, все по порядку, да. Внеочередных выборов мы захотели в следующий день после очередных выборов в 2017 году, потому что мы ведь видели результатов, мы ведь хотели, чтобы блок «Согласие» и блок «Честь служить Риги» как бы был сорван на части уже тогда, да. И внеочередные выборы — это, как бы, административный акт, не так уж политическое какое-то действие или бездействие. Ну, как бы, с инициативы из нашей фракции мы сделали, как бы, очень много, чтобы спровоцировать возможность внеочередных выборов, да. Но, по сути дела, мне кажется, что депутатов выбрали, чтобы они работали, они организовали внеочередных выборов, когда им это угодно, да. И, ну да, это, ну, как бы, мое мнение нашей фракции. Мы, как бы, тоже нормально смотрим на ситуацию, если будут такие внеочередные, да, мы готовы к внеочередным, но, как бы, это не вопрос сегодня. Это будет вопрос 21 августа. В любом случае, до всех скандалов, которые произошли в Рижской Думе, особенно в Согласии, у Согласия была определенная программа, которой они следовали. Вот в чем сейчас вы не согласны с Согласием? Почему только сейчас? Ну, потому что время идет, все, что-то меняется. Да, ну, как бы, предыдущая программа Согласия и честь служить Риге, как бы, довела Ригу до такой степени, или до такой ситуации, какая она сейчас, да, где мы видим скандалы коррупции, ну, почти все время, да, где мы видим негативные отзывы от государственного контроля про процедурам, где мы видим, что некоторые департаменты делают то же самое, то же самое, да, где мы видим, что на улице Барона путь и подус. Клумбы, да. Клумбы, чтобы убрать или оставить клумбы, там, шесть или семь, как бы, департаментов надо обзвонить и понять, ну, как там действовать дальше, да. И сейчас у Риги очень большой бюджет годовой и кредитные, ну, сайсты и без... Обязательства. Обязательства, ну, тоже, тоже восемьсот семьдесят шесть миллионов, да. Это почти второй бюджет, так что это означает, что Рига должна еще один, ну, как бы, бюджет. Вы сами приняли такое решение выдвинуть свою кандидатуру на должность мэра столицы? Меня выдвинули мои коллеги из моей фракции. У вас трое человек. Нас? Ну, я имею в виду фракции в Рижской думе. Наша фракция, самая большая оппозициональная фракция в оппозиции, у нас восемь депутатов. Восемь депутатов для развития Латвии, да. Все восемь депутатов поддержали вашу кандидатуру, вы согласились представлять именно вашу фракцию. Когда вы ведете переговоры, уже другие тоже оппозиционные депутаты говорят о том, что они сомневаются, какой поддержкой вы хотите заручиться, да. Для вас будут важны голоса, в том числе и честь служителей Риги или других независимых фракционных депутатов, да. Да, здесь вы правы. Чтобы я стал мэром, мне нужен 31 голос, как минимум. Да, и это означает, что мы в традиционной оппозиции, мы там 25 депутатов, да. Так что это означает, что мне надо еще 6 голосов. И там вариации таковы. 6 голосов я могу как бы получить от, ну, например, четверки, которые уже не в согласии, да. Или от тройки, которые уже не в оппозиционном блоке. Или от некоторых депутатов с честь служить Риги, да. Имея в виду, что честь служить Риги, у честь служить Риги есть свой кандидат, Олег Буров, ну, наверное, это будет очень трудно договориться с депутатами из фракции. И рассчитывать на их поддержку, да. Да, да, это не невозможно, но это будет как бы очень трудно, да. Сейчас оппозиционные фракции немножко как бы зарисовали свои, ну, интересы, свои программы и свои красные линии, да. Ситуация не очень легкая, но можно идти дальше и переговаривать изначально с ними всеми. Потому что я провел один тур, ну, разговоров, да, где принципиально переговаривали о главных вопросах, что надо делать Риге. И как бы переговаривали о красных линиях, да. И сейчас нам надо двигаться дальше, вести переговоры, ну, в следующий уровень. Ну, сейчас в тренде ругать согласие за то, что они вот сделали с Ригой, и насколько там коррупция, и все эти скандалы подводить, сюда же к этому делу подшивать. Но что, на ваш взгляд, позитивного сделало тоже согласие, и в качестве, в том числе, Нилушаков, будучи на посту мэра, чтобы вы, скажем, продолжили или сохранили? Там есть некоторые программы, которые очень ценят жители Рии, да. Да, например, программа для реновации, ну, граусты. А эти фасады? Ну, фасады домов, которые, как бы, уже, ну, не выглядят красиво, ну, старые или... Да, да, которые плохо выглядят тоже. Да, да, да. Это, например, одна из программ, которая очень высоко оценивается рижанами, там прозрачная процедура, ну, и нормальный конкурс. Ну, как бы, я бы такую продолжил, да. А сады, детские сады, компенсации останутся? Детские сады, мы сами боролись за поддержку, которая была бы больше в детских садах. Да, я бы поддержал эту инициативу, ну, надо смотреть на, как бы, суть проблемы. А суть проблемы здесь больше в том, что есть очереди, очень огромные очереди, чтобы попасть в детский сад, да. Ну, и поэтому у нас, например, есть компенсация, пока мы не попадаем в государственных частных садах. Да, да, да. Сохранится, например, это или нет? Потому что очень многие родители волнуются, они оказываются без выхода ситуации, да, то есть в государственном садике места нет, а частные все стоят достаточно дорого, и планов, например, не было туда отдавать ребенку. Есть возможность немножко пересматривать, пересматривать, как финансируются частные садики, да. Увеличивать это финансировать? Ну, как бы, я не хочу ничего там обещать, но мы с коллегами даже из наших оппозиционных фракций переговаривали, что вот у приватных есть, ну, капацитет или, ну, возможности решить проблему, не полностью, но начинать решать проблему очередей в детских садиках, да. И да, там надо пересматривать, в принципе, как софинансируется. А что касается бесплатного проезда ученикам, ну, школьникам? Рижская Сатексме, она одна из самых больших проблем вообще Рижской думы, да. И, как бы, все инвестиции, которые идут в Рижской, в Риге с Сатексме, оставляют, ну, большую, большую, ну, как бы, проблему в нашем бюджете, да. Изначально, ну, я не думаю, что надо как-то вот сократить бесплатные проезды школьникам, да. Но что возможно было бы делать, возможно, например, промоделировать, промоделировать ситуацию, ситуацию, где есть некоторые сценарии, ну, там, не знаю, по временам, по выходным и так далее, да. Там надо искать просто методы оптимизации, чтобы... То есть, сделать эту систему более гибкой, наверное, да, то есть, скажем, по будням школьники могут ездить бесплатно, по выходным, например, нет. Ну, как, например, ну, там, надо думать в том направлении. Я не говорю, что надо сразу, там, после 19 августа всё делать по-другому, но надо думать над сценарием, потому что Рига с Сатексме в большом кризисе, да. Ну, сейчас, там, дотация 122 миллиона евро, они говорят, что будет запрашивать ещё 11 миллионов, в то время они говорят, что они, может, отлёт есть. Разрешить? Нет, разойтись. Отлёт есть. Скажите, пожалуйста, предложение полностью. Вратлёт есть, инвестиции, проекты. Могут позволить себе... Могут позволить себе финансировать из своих ресурсов, например, проект Сканстен, да, ну, Сканстенстрамбай, да. Ну, там очень много позиций, где возможны улучшения, да, потому и одна из моих главных целей, это, ну, как называется, капитал. Это специальный ремонт всех предприятий Рижской думы. Ну, там, Рижская Сатекс, Маригас, Намупарвалдникс, Централ Терегус, ну, и так далее, да, потому что мы всё время получаем, ну, от Рижанина, ну, всякие, ну, там, иски или просьбы, что... Ну, вы же понимаете, да, что даже если вы начнёте эти изменения, там, иски, просьбы и жалобы продолжатся, да, то есть вы не можете зайти, 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 стать мэром, и тут же у нас там дороги будут другими, например, да. Нет, я не верю. Я такого не обещаю. Я не верю, я не верю, как бы, бурвисты и бам, и бринами, да, я не верю в чудеса, но надо начать работать по-другому, и как быстрее, это так лучше, да. Эти две годы, да, очередных выборов, это будет очень сложная и трудная работа для всех депутатов и для всех чиновников Рижской Думы, да, и первые результаты, наверное, ну, так, самые видимые будут только после. Наденьте, пожалуйста, наушники, да, мы... давайте начнём принимать звонки. Так, любви. Да, да, да. Доброе утро, мы вас слушаем. Доброе утро. У меня такой вопрос. За какой период сложились кредитные обязательства 866 миллионов? Вот, например, когда Ушаков пришёл в 2009-м, какие были кредитные обязательства? Я так полагаю, что при первом мэрии города Риги Тейкмани все обязательства были нулевые. И вот, поскольку я рижанка, я прекрасно помню, что, например, в 95-м, 96-м году стоимость талона была 5 сантимов. В 98-м году 14 сантимов, переходили на 20 сантимов. Вот как за такой период, за 20 лет стоимость билетов в Риге Сатакшме в общественном транспорте возросла до 2 евро? Значит, первый вопрос. По мэрам кредитные обязательства как возрастали? И второй вопрос. Вот почему возросла стоимость билета, возросла стоимость билета 7 раз, увеличилась 7 раз? Спасибо. Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Обязательства, рижские думы, сейчас я пытаюсь найти прецизии, уточнить цифры. В 2009 году обязательства были около миллиарда. В течение этих лет, ну, как бы, немножко, немножко, немножко они уменьшились. И это тоже потому, что время меняется. Время меняется, законы становятся немножко стрикнее, ну, как бы, стрик так и так далее. То, что возрастает цены билетов, да, это, как бы, ну, появляются новые линии автобусов, появляются новые, как бы, новые транспортные средства, да, они все, как бы, ну, стоят чего-нибудь, да. И вот эта цена, которая сейчас у нас есть, ну, 2 евро и евро 15, ну, это, как и где мы покупаем, она была такова уже, не знаю, 4 или 5 лет, да. Она не пересматривалась, эта цена. Мы все время, то, что делалось, было, как бы, новые, новые, новые атлайдесы. Скидки. Скидки, скидки, да, и даже не пересматривалась, да. И сейчас, вот, вот, прежде, прежде чем мы приняли этот бюджет, или, как бы, как говорится, согласие честной жители, и принял этот бюджет, начались разговоры о пересмотре, пересмотре себестоимости билета, себестоимости, да. Но здесь тоже, здесь надо, как бы, и потому я называю эту свою инициативу капитальным ремонтом, да. Там надо всю транспортную систему, как бы, публичную транспортную систему смотреть, как, ну, телеком. То есть, надо смотреть, которые рейсы надо датировать или субсидировать, а которые рейсы нормально идут, да. Там надо моделировать ситуацию, да. Есть ведь средства, есть ведь программы, с которыми можно это делать и принять решения, которые были бы как-то связаны с реальностью. Ну, вы только что затронули основные болевые точки, поговорили про трущобы, да, программу трущоб, да, и детские сады, и дороги, про инфраструктуру столицы можно тоже говорить, и говорить о том, что необходимы средства и деньги нужны, но где их искать. Но поскольку вопросов нерешенных еще много, в которых предстоит разобраться, но если, допустим, мы будем двигаться в направлении вот этих неочередных выборов, мне просто интересно, вы общаетесь с депутатами и оппозициями, и прежде всего это очень дорого, да. То есть мы там за ближайшие тогда, получается, три года можем потратить на проведение двоих выборов 2,5 миллиона евро, это еще там 800 тысяч евро вот в следующем году, если они состоятся, да. И эти деньги, да, которые мы будем вынуждены потратить, это причем и средства всех рижан, и не только рижан, но и других латвийцев, потому что будут многие ведомства задействованы, мы могли бы направить на решение этих проблем. Почему вот так вопрос не ставить, и во главу угла поставить именно решение вопроса, найти мэра, да, то есть заручиться поддержкой, то есть для того, чтобы этого не сделать, ну, если руководство просто интересами горожан. Ну да, как бы ваш комментарий немножко шире, да, там, да, это правда, что внеочередние и очередные выборы стоят где-то 1 миллион 200, 200 с чем-то тысяч евро, да. Вот два с половиной вчера было информировано. Два с половиной – это два, за два, ну, два выбора, так, внеочередных и очередных, да, это да, ну, как бы, как бы, и до очередных выборов остались два года, да, ситуация очень сложная, да, но никто не говорит, что после внеочередных выборов в марте, как бы, когда будет, не знаю, там, 16-18 месяцев до очередных выборов, да, что депутаты могут, как бы, начать работать и, как бы, поставить новые мэры. Это, как бы, не думаю, что так, то есть не то, что не думаю, но есть хипотеза, что будет еще труднее, потому что до очередных выборов остается только, ну, полтора года, да, и в такой ситуации политики, политикам хочется заниматься кампанией все время, как говорится, да. Мне кажется, что надо думать про режим, да, и решить проблемы сегодня, те, которые были вчера и будут, будут впереди, да, и никто не говорит, что это будет легко. Думаю, я не пошел туда, потому что будет легко. А как, скажем, какую роль сыграет во всей этой ситуации, во внеочередных выборах, если в них примет участие Ушаков, например? Ну, мы видели результаты, результаты европарламентских выборов, да, и это означает, что Ушаков еще очень сильная, сильная и харизматическая персона для их выбирателей. И это означает, что, это означает, что вполне возможно, он будет обратно и будет продолжать то, что он делал последние 10 лет. Ну, Нил Ушаков вообще давно как-то принял такую позицию всенародного любимца, да, то есть ему можно было написать там личных сообщений, что-то спросить, он был на всяких городских мероприятиях, он всегда был везде, это такой вот человек, вот в народе всегда был. Вот, если вы будете мэром, вы будете также открыты для жителей, для рижан, или вы примете вот такую более отстраненную позицию? Отвечать на смс-ки будете? Ну, да, 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 ну вот я вот не совсем согласен, потому что, потому что, не знаю, как с рижанином, но, как бы, с депутатом оппозиции, Нил Ушаков не так уж много общался, не так уж много отвечал на вопросы и так далее. Он был занят общением с рижанами, ему было некогда. Может быть, да, но я тоже слышал от многих людей, что, и рижанин, что он, ну, как бы, отвечает, ну, как бы, то хорошо, то хорошо, но не решает нормальных проблем, даже с Ригесном и Парвел, например, ну, которые хозяйственного характера, ну, которые болит у людей, ну, которые шаст, ну, там. А то, что идет на мероприятия, ну... Ну, Нил Ушаков был неплохим хозяйственником в этом смысле, то есть, даже если посмотреть на то количество, там, обустроенных, не знаю, детских площадок, которые мы получили, то вместо, там, свалок тех же, это тоже, мне кажется, здорово было. Будете продолжать строить? Ну, да, ну, здесь тоже надо понять, что это прямое обязательство любого мэра. Риги строить, строить, ну, не детские сады, а площадки и так далее, да. Это означает, что он работает, да. А самое, самое, как бы, ну, не плохое. А то, что мы говорим все время, что они могли бы, эти площадки могли бы быть построены, ну, как бы... Чуть позже. Не чуть позже, а в большом количестве, да. То есть, их могло бы быть больше, да? Да, 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 да. Потому что то, что Нил Ушаков сделал хорошо, это каждую площадку, как бы, заявил, что это, как бы, ну, сосны и гумсы. Достижения, да. Достижения, да. А нет, это прямая работа, за которую им... Ну, это же пиар. Ну, в политике везде, везде и всегда есть некоторые элементы пиара. Ну, самое главное, чтобы эти элементы не были приоритетными, да. Потому что пиар для Нила Ушакова не означает лучшую жизнь для рижанин, да. И мы ведь едем по дорогам, мы ведь смотрим, что здесь происходит. Еще одни из ключевых моментов, остро ощущаемых, в том числе в нашем обществе. Вот председатель фракции Дани Слотис от Национального объединения, он вчера заявил о том, что он готов сотрудничать в коалиции с некоторыми депутатами о честь служить Риге, если будут решены основные вопросы. То есть, вопросы памятников советских и вопрос о переводе школы. То есть, и детских садиков, и школ на латышский язык, ну, буквально в одночасье. И тогда они могут рассматривать действительно работу только честь служить Риге, даже отдельными депутатами, но без согласия. То есть, это уже абсолютно новый такой поворот. То есть, коалиция прежняя предполагает свое прекращение всяких договоренностей, да. И новое начало таких отношений. Поэтому, поскольку вы претендуете на эту должность, я тоже задам вам вопрос в связи с этими пунктами. Что вы думаете о ликвидации или сносе всех советских памятников? Причем здесь речь идет в его сказанном не только о памятнике в Пардалгове, а вообще о всех. И вопрос о переводе школы. Так, по порядку. По порядку. Мы переговаривали этот вопрос с Дайным, с господином Лоцим уже в прошлую неделю, потому что у них была пресс-конференция прошлой недели. И это вопросы, которые стоят их в приоритетном листе. Они не говорят завтра ликвидируем и все такое. Это вопросы, которые все надо обсуждать. Например, вчера другой или позавчера другой коллега из их фракции заявил, что надо поставить информационную плаксную. Как это плаксная? На счету вывеска. Вывеска, да, которая рассказывает, например, о истории памятников Пардалгове. Эти все вопросы, которые должны быть в Деноскарте. Но с моей стороны я не вижу там, ну, у Риги есть много-много других проблем потяжелее, чем памятники. Потому что, чтобы разрушить памятники, это ведь тоже некоторые инвестиции. Это деньги. А в кризисном ситуации надо решать кризисные ситуации. Это как бы косметическое. Господин, наденьте еще раз, пожалуйста, наушники. Да, давайте, примем звонки. Доброе утро, мы вас слушаем. Доброе утро. Да, здравствуйте. Я хотел, чтобы ваш приглашенный больше рассказал о себе. Какое у него образование, чем он занимался, какой его материальный достаток и что его побудило идти в политику. Спасибо большое. Ну вот, если можно, то коротко по этим всем пунктам. Не понял про материалы. Сколько зарабатываете, был вопрос. И какое у вас образование. О себе, какое у вас образование, чем вы занимаетесь. Немножко пройдусь по своей истории образования и как бы перед... Опыт. Опыт, да. У меня бывшее образование, я закончил Витземскую высшую школу в политологии, потом в магистре я закончил экономический факультет и учился тоже на докторскую диссертацию в банковском высшем... Ну, в ВУЗе, как говорится. Работал я в приватном бизнесе и в государственном бизнесе изначально. И работал очень долгих лет в агентстве инвестиций и развития Латвии, где мы работали с инновационными проектами и помогали, помогали, ну, как бы, изобретателям коммерциализировать их изобретения, да, чтобы сделать, ну, Латвию, как бы, конкурентоспособной... Конкурентоспособной... Государство? Да, это да. Государство, да. Потом я работал в приватном бизнесе, да, у меня были некоторые предприятия в электронике, в программировании, да, в тех отраслях, как говорится, да, и когда меня выбрали на Рижскую думу, ну, я немножко своих приватных инициативов оставил, ну... В стороне. В стороне, ну, других, да. И сейчас, параллельно до, ну, как говорится, до начала этого года я работал тоже в одном из инвестиционных фондов Европы, где суть действия была, ну, как бы, найти конкурентоспособных проектов технологических наших университетов, помочь им достать команду, которая была бы ориентирована на внедрение новых продуктов, на экспорт и так далее, да, и инвестировать в них, да. И по ЕШО, как говорится, ЕШО я предпадаю в некоторых вузах курс по развитию новых продуктов и по софинансированию инноваций, да. Оставить это за собой, если будете мэром? Не, ну, как бы, если буду мэром, ну, тогда будет 24, ну, как бы, часа в день только работа. Работа мэра? Ну, да, это невозможно, там, ну, может быть, с лекциями, там, можно соединить, да, с некоторыми, но не думаю, что... Господин Зайпс, наденьте еще раз, пожалуйста, наушники, да, давайте мы еще раз принимем звонок, доброе утро, мы вас слушаем. Доброе утро, я хотел спросить, вот сейчас такое множество регалий было у вашего приглашенного кандидата в мэр, у меня вопрос такой, я так понимаю, что в своей будущей деятельности он все равно будет консолидироваться с силами, относящимися к латышскому эстебушменту, который управляет страной 30 лет, и как многознающий ученый человек, он, наверное, знает цифры Всемирного банка, который говорит о том, что Латвия отстала в своем развитии на 10 лет от Литвы и Эстонии, в благосостоянии по ВВП, по покупательной способности, эти данные общедоступны. Так вот, я хочу услышать, как будущий мэр, планируя с теми силами, которые довели страну до такого плачевного состояния, планирует вывести Ригу в лидеры. Он предлагает нам ту же самую... Да, спасибо большое. Спасибо, как-то не услышал, не услышал конца. Ну, есть некоторые исследования, да. Я не вижу в Латвии в таких черных чертах или темных красках, да. Наш GDP, как же на мэскопродукция? ВВП. Наш ВВП каждый год немножко растет, да. Мы здесь в лидерах между евросоюзными странами. Мы как бы еще не достигли там уровень средний, но идем на это, да. И здесь тоже такой момент интересный, что Рига уже как бы немножко вирс? Надо выше. Надо выше, ну, как бы европейского, ну, среднего европейского, да. А другая часть Латвии не так уж хорошо теоретически. Да, это по статистике, да, в том, я говорю, хочу сказать, что Рига очень большая часть латвийской экономики и очень большая часть, ну, всей Латвии, да, как столица и как экономический, ну, не игрок, а как экономическая сила, да. И то, что произошло в последние годы между, как бы, Ригой и национальным государством, ну, это была, как бы, борьба. Борьба, ну, не борьба, ну, мы никак не можем назвать это сотрудничество, да. А если национальное Валдейба правительство сотрудничает с Рижской Думой, да, тогда легче выбраться из этой кризисной ситуации. Ну, вот по поводу отношений, вы сравнили, допустим, на уровне Сейма и столичного сумму управления, да, ситуация абсолютно разная. То есть те, кто в оппозиции в Сейме, они находятся, да, у власти в Рижской Думе сейчас, и так продолжалось на протяжении последних лет. И вот по поводу взаимоотношений, допустим, если депутаты в Сейме, мы также с ними общаемся, они достаточно уважительно друг к другу относятся и здороваются, и руки жмут друг к другу, и на заседаниях, и перед. А почему в Рижской Думе ситуация какая-то, мне кажется, в этом плане нездоровая? То есть вы же понимаете, что вы все все равно коллеги, но, допустим, когда вот после там выборов в 2017 году муниципальных, да, и вам необходимо было сделать общую фотографию созыва нынешнего, депутаты там впервые в истории не пошли даже вместе фотографировать, потому что им это противно, да, то есть оппозиция пошла фотографироваться, насколько я знаю, отдельно, а коалиция пошла фотографироваться отдельно. Ну, вот какие-то, мне кажется, не совсем взрослые разумные вещи. Ну, да. Ну, разве, ну, разве, ну, не кажется, это смешно? Это, ну, ну, как говорится, мы общаемся там и, как бы, усветенными. Здороваемся. Здороваемся. Здороваемся с коллегами, это, как бы, внутри ситуация немножко, как бы... Успокоилась. Успокойнее, чем это иногда выглядит снаружи, да. Ну, как бы, последняя кампания, да. Кампания, да. Кампания, которая была в 2017 году, она была, как бы, очень агрессивная, да. И переговоры и выборы мэра тоже были, ну, как бы, немножко эмоционально, эмоционально, ну, сложны, да. И они подали тон, ну, подали тон... Взаимоотношения внутри дома, да. Да, 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 да. Ну, потом немножко, как бы, отошлось все это, но... Ну, вот сейчас есть там кто-то, с кем вы, например, не здороваетесь? Или, там, обходите стороной? Ну, нет, по сути дела, да. Там есть в позиции некоторые депутаты, которые не могут разговаривать между собой, потому что есть такая санкция бюро коррупции и, ну, коррупции снова. Ну, запрещено им, да, 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 Бог к нам запретил, да. Но нам не запрещено, нет, мы общаемся с ними. Оденьте еще раз, пожалуйста, наушники, да, принял звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем, как вас зовут? Доброе утро еще раз. Доброе. Я хотел уточнить деятельность вашего гостя в ЛИА. Вот предыдущий, звонивший, говорил, что Латвия остается от соседей, от Литвы и Эстонии, особенно по объему инвестиций. Мы знаем, что Андрис Узов, руководитель ЛИА, уже как бессменный руководитель чуть ли не дольше Путина и Брежнева. Вот как ваш гость считает, это нормальная ситуация, что один руководитель руководил столько лет инвестиций по развитию, а инвестиции уходят в соседние страны, в Литву и в Эстонию? Спасибо, спасибо за вопрос. К сожалению, да, есть такая тенденция, что как бы мы, ну не мы, а определенные государственные организации работают с инвесторами и инвестиционными проектами, но к последней фазе они как бы приземляются в других муниципалитетах, которые не в Латвии, да. Ну, к сожалению, есть такое дело, да. По сути дела, кто работает как и как долго, ну как бы практика показывает, что людей надо, ну как бы, ротировать или как-то мотивировать, да. И даже в Швеции, например, некоторые организации реорганизированы в течение 7 лет, ну как бы 7 лет проработают, там один или два, две как бы циклы, циклы и ротируют, ротируют, да. И ротация это очень нормальная такая, ну парады ибо. Показатели, да. Ну, такая нормальная процедура в государственном и тоже в приватном бизнесе, да. Давайте последний звонок примем, надените еще раз, пожалуйста, наушники, да. Здравствуйте, мы вас слушаем. Добрый день. Вот у меня несколько вопросов чисто такого политического характера. Вы знаете, вот то, что вы комментировали состояние в Рижской Думе, такое ощущение, что вот принимал бюджет и исполнял бюджет Рижской Думы, это согласие и честь служить Риге, а оппозиция просто была отрешена от этого дела. То есть она не снесла ни на такой неполитической ответственности и не принимала решения в реализации. Но это же вообще нонсенс, понимаете, в любой организации, если даже большинство принимает бюджет, все остальные должны исполнять его и по мере сил вообще стараться сделать для Рижан лучше и лучше. А вы здесь упомянули еще такую очень тревожную, значит, черту, вернее деталь. Вы сказали вот, что состояние вообще-то Рижской Думы и вообще и бюджета, и вообще реализация бюджета в какой-то мере зависит от плохих отношений с правительством. Вот, если поменяется политическое руководство, то станет намного легче решать многие вопросы. Но это же цинизм, понимаете? Во-первых, значит, такое ощущение, что в зависимости от политического руководства все Рижане, независимости от их политических пристрастий, должны страдать. И третье. Вы, откровенно говоря, боитесь, значит, быть открытым для общества. Знаете, по какой причине? Вы получили всего лишь восемь мандатов, чтобы объяснить Рижанам, что вы станете лидером партии и будете, извините, лидером Думы и будете руководить, значит, внедрять свою программу для Рижан. Для этого надо, извините, выборы объяснить вообще для людей, что вы хотите, что вы хотите изменить в своей прежней программе и согласны ли они вас поддержать. Да, простите, я прерыву, у нас не так много времени. Да, спасибо большое за вопросы. А вы коротко, если можно, у нас время подходит к первому. Так, сперва, не думаю, что я неоткровен, я очень-очень откровен, пытаюсь быть, да, здесь. Да, есть некоторые ситуации, которые снаружи выглядят как бы немножко нонсенс, да, где политика как бы немножко играет другую роль, чем как бы чиновничество, да. И это то ведь, что я как бы хотел бы избежать, да, что политические игры не должны, не должны играть как бы политики на и по средствам рижанин, да. Ну, это как бы одна из тех последствий моей деятельности, ну, что нет, не надо играть в политические игры, не надо каждые годы или каждую весну заорганизировать внеочередные выборы, да. Да, нам на этом пора заканчивать. У нас сегодня в гостях был депутат Рижской думы, кандидат в мэры столицы Вест-Рузепс. Спасибо вам большое. Спасибо вам за...